Мы же когда сюда пришли со своим сценом, мы тоже удивились, почему здесь западные фирмы. Потому что, ребят, вы что думаете, что только 20th Century Fox Columbia, которое представительство Sony, или что-то там еще выпускает идеальный вариант? Ну, в некотором количестве не выпускает идеальный вариант, в некотором количестве. Можно посмотреть, в некотором и смотреть не стоит. И вы думаете, что у других студий Голливуда, почему Голливуд, кстати? Мы же не только про Голливуд говорим. Есть и Китай, есть и Япония, есть и Корея, есть и Индия. Там что, сложности, что ли, со студиями? Нет, ребятки. Ну, давайте вспомним, что очень хороший фильм, который взял Оскар, был сделан в Индии. Миллионеры с трущиками. Не понимаете? Так вот, давайте все-таки вернемся на круги свои и скажем, что мы можем здесь спокойненько работать. И вы думаете, что мы не можем делать так и осознавать, как это делается в Венецианском кинофестивале? У нас есть Урал. Тоже неплохая речка, мягко так скажем. Это одна из лучших рек, естественно, мира. Так Уральский кинофестиваль в Джазмоле. Есть в русском языке поговорки, а есть пословицы. Пословицы, основанные на опыте. А поговорки от безделья. Так вот, пословицы. Не все то золото, что блестит. Золото имеет место быть. Где? В Магнитогорске. Где? В Джазмоле. Где? В кино. Нас внезапно отделили от шести голливудских топовиков. Но золото на экраны вплескивается далеко не ими. Это просто сверхдоходные образования. Как и все, они и проигрывают, и выигрывают. Но золото в блеске Тарантино, в уважении к Сталлоне, в изумлении Копполы не имеет к ним никакого отношения. В отличие от шести монстров, все остальное в разы и в большем количестве регулярно представлено в Джазмолл Синема. Мало того, с удовольствием сюда ходят школьники и выпускники детских садов. И это очень хорошо. Я помню, как в Советском Союзе мы крайне редко ходили в кино. Сегодня Джазмолл Синема можно это сделать, как и делается регулярно. Чем вам нравится посещение этого кинотеатра? Очень удобное расположение, приятная атмосфера, все для ребятишек. Мы говорим об обратном. Чем кино лучше телевидения? Размерами. По сути, здесь весь экран занимает от 50 до 80% зрения. Все зависит от вашего места. Мало того, вы можете посмотреть в полном количестве, если это 3D, коих много. Ну и звук, не сравним с домом. Конечно, пауз нет. Но закупившись в специализированных центрах, к слову, вода в них, как и чипсы, не сильно дороже, чем в магазине, удовольствие становится интереснее. А теперь информация в переводе. Слаю, Арни, Брюсу, как и Мелу, с количеством денег, в разы заработанных и став человеками с сотнями миллионов долларов, нравится заниматься он ими для души. К слову, талант таких специалистов не пропьешь. Хотя вы должны знать, как человеку, владеющему 3D графикой. Можно и сегодня сделать Джуманджи и Терминатора 2, без внедрения технических новинок. А используя не тысячи человек, а и сотни хватит, а это уже другой нюанс. К слову, все это вы можете увидеть здесь, в Магнитогорске, в Jazz Mall Cinema. Я сегодня просто увидел и просто сел на стул. Стула нет, ну ладно, будем говорить, что на стул сел, потому что Джон Траволта с замечательным самым моим человеком, таким же лысым, как и я, которому немножко больше лет, которому сказали, что в этой жизни вы уже не будете сниматься. Да-да-да, Крепкий орешек помните? Брюс Уирис, помните? Так он будет здесь 17-го числа. Что такое? Что такое-то случилось? Вау! Да, господа мои, а вы забываете, что у Сирвестра Сталлоне есть собственная киностудия? Вы про это дело забываете, да? Вы забываете, что у Тома Ханкса есть собственная киностудия? Что у всех нормальных звезд, которые начинают думать головой, им не хочется подстраиваться? Они подстраиваются под деньги, естественно, но если они не хотят, то есть давайте все-таки вспомним, молодость была и того же Сирвестра Сталлоне, и того же Арнольда Шварценеггера им сейчас нравится. Они могут заниматься то, что они умеют делать и хотят делать. Это главный вариант. Не обязательно, чтобы там было 5 звездочек вращающихся, или земля крутящаяся, или остальные там вещи из той же оперы, да, 20-й век Фокс. Зачем? 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 Они сами это делают. К слову о том, что я серьезно скажу, я серьезно буду говорить про то, что советские, в смысле уже не советские, но российское кино за 30 лет поменяло себя и очень хорошо, и красиво. Да, господа мои, сегодня и сейчас и компьютерные эффекты, и все остальное делаются. И я не буду говорить, что последние качественные сюжеты, которые мы смотрели и сделанные в России, были, поверьте мне, разницы не было абсолютно никакой, Запад или Советский Союз. Вообще никакой разницы. Просто никакой. Так что Джаз Синема вас ждет. Приходите сюда и смотрите то, что вы можете смотреть. Это, в принципе, недорого.